Прогуливаться по улицам Владивостока теперь намного приятнее, ведь с подпорных стен на вас смотрят нерванные объявления или неприличные надписи, а птицы, киты и котики. Яркими рисунками с необычными историями внутри украсила город команда молодых уличных художников. Примером послужила стенка на фискохоле, которую мы делали. И, собственно говоря, там на одной стене каждый художник делал маленький кусочек своего авторства, а здесь мы каждому художнику дали целую стену, где он рисовал то, что он видит и то, что ему нравится. И нам было важно, чтобы это нравилось и жителям. В основу каждого рисунка легла частичка приморской дальневосточной культуры. Так на партизанском проспекте появились объемные птицы, олицетворяющие разные регионы округа. На заре выныривают из морской пены киты. Возле цирка на арене появляется китайский дракон. У остановки прапорщика Комарова могучей ветви раскинули сосны с полуострова Гамова. Это наши сосны Гамова. Это эндемик в России, они произрастают только на Гамово, еще чуть-чуть в Японии и Корее. Очень интересные виды, все туристы стремятся как раз-таки туда попасть, но многие все равно еще не знают об этом. И хотелось бы как-то рассказать, показать. Современное уличное искусство поддержали и местные жители. Еще в процессе работы художники получали положительные отзывы и слова благодарности от владивостокцев. В создании одного из рисунков горожане даже поучаствовали. Теперь 70 котят в районе остановки картинная галерея носят шляпки и повязочки, нарисованные прохожими. Котики сделаны в стиле поп-арт. Это повторение одного изображения и контрастность цветов. Также мы пригласили жителей нашего города, чтобы они помогли нам сделать этих котиков необычными, с изюминкой. И каждый желающий приходил и помогал нам добавлять для котиков всякие маски, всякие шляпки, реснички и так далее. По словам художников, краска, которую использовали в рисунках, сохраняет яркость до 10 лет. Теперь главное, чтобы и местные жители проявили свою любовь к Владивостоку и сохранили эту красоту. А познакомиться с командой Advanced Team и попробовать себя в роли художника можно будет на открытом мастер-классе 12 сентября в 13 часов на пляже Юбилейный. Алина Черненко, Марина Зубко, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.